ребята всем привет сегодня у меня будет необычная беседа с человеком который находился под оккупацией 9 месяцев этого человека зовут андрей мы с ним переписывали сначала в электронной почте а потом уже перешли skype и вот сегодня мы сделали такой skype диалог и я надеюсь что вам это будет интересно и познавательно потому что я считаю что такие истории и вообще такие люди должны быть услышаны и люди должны знать про то что происходило и происходит сегодня на территории суверенного государства андрей здравствуйте на добрый добрый вечер во первых я хотел вас спросить вы сейчас находитесь в норвегии правильно совершенно верно как вы любите говорить на самой крайней точке северо-западной материковой европы да 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 первый вопрос будет такой вы родились и прожили всю свою жизнь в украине правильно да конечно я родился в городе желтые воды дипропетровской области всю свою сознательную жизнь прожил херсоне именно в самом херсоне да именно в самом ну если быть уже так уже конкретно это пригород херсон это есть такое пригород степановка это село которое прямо находится впритык к херсону степановка ограничит дом дом с чернобаевкой славно известной чернобаевкой это находится на въезде херсона со стороны николаева понял вас как долго вы находитесь сейчас уже в норвегии да то есть вы находились 9 месяцев под оккупацией когда российские войска торглись на территорию херсона да и после когда вам удалось выехать из на тот момент когда началась оккупация мы я находился на левом берегу днепра недалеко от херсона мы последний год последний год мы жили за городом мы жили в херсону между херсоном и новой каховкой мне до наследства остался достался дом и мы женой переехали в этот дом купили там продуктовый магазинчик и работали на себя маленький вы организовали маленький бизнес вот в чем вопрос был как давно вы живете находитесь в дороге как давно я нахожусь но мы выехали с оккупированной территории 15 ноября 15 ноября понял услышал вас это я просто немножко вперед забежал для того чтобы наши зрители понимали всю эту картинку происходящего вы помните тот первый день когда российские войска вторглись именно на территорию той местности где вы находились вот ферсон и тогда да да конечно мы просто нас разбудила жены подруга с криком что началась война какие были конечно ощущения то поясни что ты попал какой-то какой-то фильм голливудский да такое было непонимание что происходит мои моя мать и мой сын вместе с женой первого брака не проживали в степановке это как раз рядом чернобаевка я сразу же я сразу позвонил им они говорят а нет у нас тут их ну по буквально там через полчаса они перезвонят говорят вся в огне взрывы были первые когда вы увидели там первые танки или первых военных российских да там где мы проживали мы находились на такой вы находились мы жили в селе 17 километров до новой каховки между херсонами новой каховкой на левом берегу вот и она довольно таки невзрачная ну и первые дни мы никого ничего не видели никого не слышали единственное что мы пролетали самолеты вертолеты все что мы видели ну а потом начали ходить колонны туда-сюда потому что мы жили возле возле дороги там где вы находились люди выходили на улице или нет и тогда российские войска вошли да да люди выходили ну у нас у нас был продуктовый магазин и как бы продукты это предметы первой необходимости все люди которые были рядом которые жили они выходили и бежали к нам магазин это как бы было такое место для сбора все слухи все 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 было у нас сейчас этот магазин есть или его уже нет надеюсь что есть я вас услышал хорошо что было дальше вот когда российские войска вторглись значит на территории украины они зашли оккупировали части там где вы находились что было дальше что делали люди какое ваше было отношение по поводу того что происходило как вели себя российские войска на той территории которой они оккупировали и чем они занимаются как все это происходило значит мы продолжали работать потому что как бы ну кушать надо всегда и люди люди требовали чтобы мы работали хотя но первые мои мысли были закрыться и уехать по покинуть территорию бежать 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 вот ну как бы жена наставила на том что давай работать давай ну куда мы просим людей потому что действительно очень много в нашем селе жила пенсионеров которые остались вообще без ничего без средства существования это был февраль месяц как бы было холодно ну мы женой там и с такими молодежи помогали пенсионерам там возили им дрова в уголь ну где-то кому-то помогали едой как бы ну люди сплотились очень ну как бы был костяк который помогали один другому помогали люди да да была помощь ну вот мы как бы сейчас где-то около полгода мы встречались но я встречался с оккупантами с этими горками только непосредственно тогда когда мы ездили на закупку в новую каховку потому что как бы все связи оборвались и процессы доставки продуктов оборваны и за продуктами надо было ездить самому и все эти проезды блокпостов поезд поездки на оптовая базу новую каховку это но совершали вызову ну это были да это был квест каждый раз вы их был это нервы валерьянка и так далее потому что это проезд блокпостов новая каховка очень неспокойная было бы каждый день там прилет и в работа полу ракет ну тут стоишь вот ракета пролетает его сбивают осколки слепятся прямо на дома то есть едешь и не знаю что тебя ждет да и вы приедешь ты обратно или нет ну так вот мы полгода существовали где-то до октября месяца солдаты эти ну они приезжали чисто рейдами они приехали самое главное чего не искали они искали атошников вот то есть раз в месяц заехали машины прошерстили уехали и все ну дальше всего живет спокойно до следующего рида такое отношение российских оккупантов было народу населению ну они все разные но в нам к нам село они зашли уже непосредственно в октябре месяце где-то в середине в конце октября так уже массово зашли они начали занимать все пустые дома вскрывали дома грабеж это был как с добрым утром вы видели вы видели я извиняюсь перебью вас вы лично сами видели как они занимаются мародерством когда заходят какой-то дом грабят его выносят я скажу смотрите но если ко мне приходят ну они же в магазине что у меня искуплялись и то есть непосредственно общение с ними у меня было дай боже не дай бог как но да я с ними общался каждый день и помпа но раз с пьяными бурятами это это тоже отдельная история вот что я видел они приходили в магазин и говорят андрей тут этот весь газонокосилка перфоратор давай на еду поменяем но ну ну откуда мне газонокосилка а вот так вот чтобы я видел ну буквально вот возле моего магазина там соседи они они покинули территорию украины уехали в германию при применении скрыли гараж угнали машину и потом на этой машине с буквой z катались по силу ну это то что видел я лично но они вели себя нагло да то есть они вели себя так как хозяева судьбы хозяева судьбы которые были никто им дали руки в руки автомату так они себя вели они запугивали когда нибудь вас или может быть ваших родственников или людей которых вы знали они со мной пытались наладить диалог и как бы потому что ну я был единственным я был единственный кормили на на все силу как бы у нас были такие отношения здрасте до свидания ну были такие случаи когда да там первые буряты приходили что вы качали права один зашел с гранатой так поигрываясь я говорю выйди отсюда ты что творишь в магазине за гранатой а что сейчас происходит с вашей квартиры или домом где вы жили о отдельная история но так получилось моя квартира сейчас пустует она в степановке находится там наверно весь дом по моему там осталось несколько человек много квартирный дом вот дом жены ее родители он находился непосредственно 200 метров от антоновского моста родители жены пережили это все вот эти все бомбежки и обстрелы они они прожили практически полгода в подвале я извиняюсь сейчас нормально вы подвисли немножко сейчас хорошо да родители прожили в подвале полгода но на данный момент по моему от домов жены от дома жены и родители уже ничего не осталось дом который находится в селе там ну пам по моей информации живут квартиранты из российской федерации ну дом обстреляны разрешительный стекол нет ничего нет кстати по счастливой случайности мы женой сделала делали ремонт как раз зимой решились экономить потому что зимой дешевле и мы зимой 21 декабря 21 года в декабре начали делать ремонт ну вот сделали ремонт который до коту под хвост пошел в доме живут в доме живут ходят моих вещах на вопросы кто разрешил местные жители не были владимир владимирович разрешил жить то есть путин разрешил там жить ну да да я понял такой вопрос как вам удалось выехать из оккупированной территории и как быстро вы добрались до выезжали мы собирались очень долго выезжали мы через сервис но через сервис переводчика переводчик через крым но при этом мы очень долго готовились потому что узнали что одна в крыму там фильтрационная у них видите стоят в лагерях когда они там фильтруют особенно мужчину очень жестко проверяют на причетность на предмет на предмет того что я на предмет на участвовал ли ты в а то было ли там где-то в дрг и так далее поэтому мониторили теле ноутбуки телефоны это было они должны быть кристально чистая поэтому мы за неделю вычистили все ездили даже хакеру который там подключал телефон все корневые папки удалял ну чтобы но придраться было не к чему я отписался от всех блогеров от вышел всех рубка которая только можно было и ну так и еще и целую неделю я в единстве где заходил в интернет это настали для взрослых специально чтобы да когда они посмотрят историю они кроме этого больше ничего не увидели да и потом через колончак пропускной пункт мы прошли этот горе кпп при этом когда проходили на дну реально летали над нами ракеты и как только мы проехали буквально в колончак сразу же прилетела был прилет мы видели столб дыма уже но когда стояли на границе вот с крыма через крымский мост всю россию проехали потом беларусь беларусь это все на автобусе в течение четырех дней на одном месте с беларусь потом латвия литва и польша была конечная остановка я вас слышал а сам процесс находились в крыму да то есть вы где останавливались на сколько времени вы провели в крыму крым это был транзитом мы проехали просто если да мы только перешли границу сразу же сели в автобус автобус нас перевозчик плотно довел сразу же давно увез до ваша вас спрашивали куда вы едете для чего с такой целью конечно я проходил собеседование с псбш ником который мониторил мой телефон смотрел все спрашивал задавал вопросы как что куда ну понятно что мне пришлось то немножко приукрасить собрать рассказать какую-то небо лицу что я там чуть ли не помогал солдатам и вообще я был полностью лоялен к россии и все такое мне по-другому просто ну я не мог ничего другого говорить просто а как происходил именно переезд в норвегию то есть вы выехали из крыма вы переехали мост получается да и какой дальше был путь день ночь россия мы проехали полностью мы ехали транзитом через всю россию не практически не останавливались только на перекус а много людей ехала и до сих пор едут и едут и едут полный автобус постоянно полный автобус до того что рядом со мной ехал мужчина у которого четыре дня ребенок на руках там где девочка там два-три года и увез на руках постоянно она спала на руках ну переполненный автобус хорошо я хотел немножко вернуться обратно при оккупации была у вас возможность видеть людей которые именно непосредственно помогали российской армии то есть это были настоящие коллаборанты которые перешли на сторону россии или таких людей вам не приходилось встречать это было иди были единицы ну один у нас был слева но перешел на мчс местную в новой каховке он работал у нас житель этого села ну да и вот они как бы они топили за россию но это будет на настолько единицы таких людей очень мало я не знаю да если мы затронем тему референдума это я хотел вас как раз простить про референдум вот если вы помните этот день день референдума может быть вы расскажете как это все дело происходило я это все видел конечно ну ну как как проходил референдум 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 на коленке идет женщина с этими с бюллетнями за ними за ней идут два вооруженных солдата ну вот заходят в частный тук-тук вы за россию или против ну вот сзади сгустая два солдата у меня знакомый которому пришли он потом уже говорил а что ему я делал написал за а что мне ну он против ну когда сзади стоят два вооруженных солдатам и как бы ты волей-неволей если жить хочешь то что делать ну и как бы итог такой смешной но только там херсоне проголосовало 37 тысяч за ну давайте посчитаем девятьсот пятьдесят тысяч населения херсона и херсонской области из них 37 тысяч за это ну такой смешной референдум то есть большинство людей которые находились там где вы жили это были люди которые поддерживали и продолжают поддерживать украину но люди многие были запуганы и поэтому они вынуждены были как-то ну да у них не было выбора я не знаю к нам никто не приходил и к многим людям никто не приходил а там где приходили ну да там люди просто без исходности писали за а какое лично ваше отношение было к россии в целом до до полномасштабного вторжения или вы уже тогда знали что из себя представляет россия ну такое да не очень ну уже уже не братья были несмотря на то что все мои родственники такие уже родственники уже однофамильцы они все живут в россии в москве вы с ними не поддерживать и никакие отношения после 24 числа звонки прекратились техними стороны понятно такой вопрос к вам вы собираетесь вернуться в украину или вы будете уже оставаться в норвегии и строить свою жизнь там я не знаю все очень так понимаете я в европе первый раз ну как бы европа это другая планета ну украина украина моя родина я за ней скучаю поэтому тут двояко 50 хочется вернуться 50 хочется остаться если если думать с точки зрения как жить дальше и где перспективы больше для меня для моих детей для моей семьи то это конечно тут без вариантов норвегии а если с точки зрения патриотизма и земли предков то конечно хотелось бы вернуться украину понятно а какое ваше мнение что ожидает в дальнейшем россию украину у вас есть какой-то может быть какие-то мысли по этому поводу как вы видите ситуацию для то что украина победит это даже но не обговаривается я в этом уверен на сто процентов просто дальнейшая судьба украины вот это вот вот это беспокоит уже как бы там ни было у людей сколько оружия будет на руках и насколько я знаю что очень многие солдаты в силу в силу очень недовольна многими решениям нашего правительства то есть не повернется ли оружие в сторону нашего правительства в дальнейшем не придут ли они спрашивать потом это вопрос я вас услышал может быть у вас есть какая-то история интересно рассказать или поделиться то что происходило в момент оккупации есть ли что-то интересное сказать с удовольствием послушаю знаете столько историй очень много таких ну одна из историй в эта история жены есть лучшая подруга вот ее брат в самом начале к 24 25 числа он жил в херсоне просто вышел центре города ну не в центре микрорайон есть такой таврический микрорайон херсоне вот он вышел средь белого дня и не вернулся домой нашли уже тело которая просто вышел неудачно вышел осталась беременная жена в тот момент 24 25 февраля было вот самое начало ничего не работало и родители забирали тело сына с вами везли в морг а как это произошло то есть просто его нашли он просто вышел и рядом прилетел был прилет я просто прилет я думал что может быть оккупанты его или расстреляли еще что то нет это был прилет и как бы да и отец этой же подруги потом через полгода они выехали из херсона пошел служить в ст уже такой при пенсионного возраста вот недавно были похороны отца он погиб под бахнутом то бишь человек лишился двух близких людей буквально за год благодаря нашим освободителям у вас в семье все благополучно то есть те живые все здоровы мы все выехали до все выехали я забрал своего сына я забрал его знать мы мы усил мы успели и как бы честно я я советую всем выезжать с оккупированной территории ничего там делать пока не придут наши да скажите могут обратиться или к россиянам и украинцам сказать что-то знаете я вот сколько смотрел чат рулетку да они ничего не понимают они я не знаю до них не дойдет уже не до них никогда не дойдет они не для ним они не понимают у них они не хотят этого понять когда и оперируешь пактами в диалоге с россиянином и когда начинают до него доступен доступиваться сразу же он понимает что начинает понимать что происходит он замыкается он не хочет этого и он не хочет этого понимать у него у него полностью отрицание нет ну как у россиянам ничего не хочется просто их не хочу видеть я надеюсь я думаю что и мои дети дети моих детей тоже будут такого же украинцам что хотелось бы хотелось бы им пожелать знаете чтобы в один прекрасный солнечное солнечное утро чтобы все украинцы проснулись со словами просыпайся мы победили это будет наверно самое замечательное утро в истории украины да это правда спасибо вам большое за диалог есть у вас может быть какие то есть вопросы ко мне я с удовольствием отвечу если нет то мы закончим эту беседу спасибо вам спасибо вам удачи вам и вам тоже тоже удачи вам всего хорошего слава украине первым словам до свидания